доброго времени суток вам дорогие друзья наконец я выбрал время установить моторы на новую раму если кто не в курсе это старый коптер шел на пенсию вся электроника была перекинута на эту раму видео у меня есть на этом канале буквально предыдущее видео приобретая некоторый опыт полета в горах я отказался от концепции долголета ну во первых у меня есть сверхлегкий долголет также видео есть о его постройке который летает по 40-50 минут но синематик когда снимаю я заметил что у меня вылеты не превышают больше 15 минут а дальность в основном была где-то в радиусе 5-7 километров максимум тут небольшое вступление и поясню почему моторы 2306 на той раме меня больше не устраивает для полетов во-первых эти моторы у меня этот коптер весил очень много и те моторы уже перестали тянуть моторы 2306 показывают хорошую эффективность при скорости 44-47 километров в час максимум примерный ток был от 9 до 11 ампер но как скорость поднималась за 50 километров в час то скорость то ток возрастал на 50 процентов на скорости 80 километров в час токи уходили за 25 приближались 30 амперов то есть что я хочу донести если летать тихо и долго то моторы 2306 с 1100 1200 кв вполне рабочий вариант и можно даже замахнуться на некоторые рекорды а вот для энергичных полетов носите гупро у которой вес самой 120 грамм но никак они не хотели не хватало запаса крутящего момента полазив немного на прилавках banguda я набрел на моторы avenger 2806 с половиной тысячи триста кого я полвал avenger диаметр 6 миллиметров но размер понятен из названия диаметр статора 28 высота 6 с половиной вот конский подшипник действительно меня радует наружный диаметр у него 12 миллиметров высота 4 миллиметра расстояние крепежных болтов здесь 19 миллиметров кологи колоколы как мы видим а максимально облегченный думаю что это усилит охлаждение ну хотя я подавлю в тапку энергично летал они даже у них нет даже намеку что они греются все-таки моторы достаточно большой крутящий момент с обрезанными проводами эти моторы весят 44 грамм нелегкие но они как бы не младенцы с такими размерами большим по моторам в принципе и сказать нечего и просто надо видеть и качество именно вот законченность есть небольшая ложка дегтя но это я расскажу в самом конце видео но давайте сначала поговорю что я здесь сделал во первых с последним видео вы могли заметить что я передвинул немного антенну назад здесь удлинил антенна и выбрал эту высокую никогда на ней не летал пока посмотрим что с ней будет вот так по двору летал вроде бы сигнал нормально но надо лететь далеко хотя думаю два три километра не затеняет совершенно во что она очень высокая тут ножка 15 сантиметров если вы помните gps у меня стоял вот здесь но я его перенес он мне бы близко стоял вот в этом месте и тут небольшая ремарка потому что вот так батарею ставить ну видите очень близко батарея стоит к пропам снизу и ставить я никак не хотел то есть ее только оставить вот так и компас у меня прям был сразу ну очень рядом практически касался то есть при небольшом краше батарейка сместиться или еще что-то можно мачту сломать то что я тоже хотел избежать короче решил не париться просто вынес ее подальше по напомню в том видео говорил я видел крепят и здесь и здесь и здесь и здесь где-то только не крепят я все-таки оставил на мачте во первых мне это не мешает в полете во вторых я уверен у меня если честно говоря она раньше стояла антенна на три сантиметра ниже из сильного не тазила коптер я не знаю как у парней которые стоят на раму или туда или туда прям не унитазит или магия ютуба не знаю у меня сильно унитазил коптер прям причем я даже не не включал взрыв домой я подлетал на пару метров я в сильно прям рок я вам делал пару оборотов чтоб коптер сделал если коптер начинает с ума сходить не останавливаться значит наводки идут на компас я просто его поднял а так и оставил сейчас он четко работает и возврат теперь дальше про этот аккумулятор что я хотел сказать я заказал он весит 380 грамм они говорили он весит 370 аккумулятор тоже отдельная тема сейчас я умею раскрою до 368 грамм у меня я как напомню вся электроника на коптер снята с другого коптера я вы даже и наф не прошивал я просто поставлю все там датчик только был настроен откалиброван да и делал я летал очень много всегда доверял но вот бабка заявлено 2 700 она больше 2 250 не хотела давать 2 500 прямо сюда 3 и 2 сажать я написал парнем в чайнахоби лайв сразу моментально мне ответили и там есть такой кэрвин я не знаю парень я с ними никогда не связывался он мне сразу ответил без претензий и он мне предложил выслать батарею 55 c 3000 миллиампер она мощнее более приемистый но она тяжелее на 70 грамм сколько она тут весит у нас 437 против 368 369 она тяжелее но она мощнее я на ней также летал скажем так это уже все что выше 3 3000 миллиампер это уже будет неэффективно на этом коптере то есть не будет прироста прям такого по времени сейчас 4000 миллиампер батарейку ставлю там уже не будет прям умножаться на емкость сами понимаете эффективность к весу я летал и на и на 4s 2p на летие то есть там 30 минут можно летать но 40 нет ну 35 не неспешно можно летать дальше по коптеру тут есть небольшая мелочь крепление гупро тоже претерпела некоторые изменения если кто не видел в том ролике я показывал как она крепится то есть вот так это все делается это фильтры от tbs они дешевые очень качественные фильтры нд фильтры ноги меня спрашивают как избавиться от желе парни просто нд фильтр элементарный нд фильтр одевайте выдержка у камеры увеличивается и желе исчезает то есть если хотите просто попробовать у кого желе возьмите просто автомобильную пленку и сделайте какой на каком стеклышко приклейте и попробуйте его прямо увидите разницу и потом купить обязательно нормальный нд фильтр фильтр от фильтров много сильно зависит качество я распечатал вот такую штуку то есть они съемные у меня два фильтра нд-8 нд-16 и нд-32 есть вот такие штуки вот здесь уголок как силы ты нд-16 то есть я их вот так меняю ну ладно про это оставим я сместил немного вперед не из-за того что пропа да пропа немного за залазили на старом месте чуть-чуть залазили пропа ну и ходил стеди обрезал так что это мне не была такая прям большая проблема вот с этой баткой 2700 а вот с 3000 баткой она видите насколько длиннее где-то на сантиметр у меня уже получалось так что батка упиралась в задницу gopro и пришлось ее сюда и это сюда здесь батка свисает здесь батка свисает но в общем центр тяжести попадает четко прям вот этот баланс вот здесь то что батка чуть сюда смещена плюс антенна еще плюс эта антенна то есть она но я где-то в центре тяжести нахожусь по качеству аппарата видно что коптер маневрен и не как раз в центре тяжести попадаю то есть по маунту что вот я маунту распечатал маунт я прикрепил многие крепят смотрел на винты но винт там я не доверяю потому что сколько раз у меня на пятерке под про я прикрашу вырывает потом камеру ищешь и все на прихожках варианту что с на стяжке сажаешь на стяжке или вот этот камер вот этот можно именно снизу запустить длинный ремень прямо именно все вместе запустить она так сделано но вообще много слов это конечно хорошо заметил что ролик не совсем короткий перейду к мясу суток тестом первый вылет на батареи 5s был без гупро посмотрел пиды взлетит ли он вообще прессе цена был залит дальнолета семи дюймового на 4s коптер летаю адекватно а вот на 5s пиды не подходили значение д пидов контролера явно было завышено коптер трясло при резком газе также значение вы видите было мало квадрокоптер плевал носом при резком подрыве вверх подобрав примерно пиды потому как пиды это дело такое их потом в горах все равно перестрают приходится там то ли ветер сильнее то ли воздух разряжено не с немного отличаются в горах папа ног себе настраиваю пиды полетав немного мне понравился дзвичу из коптера запаса мощности моторов явно сказывался в лучшую сторону там чувствуется подрыв коптера и но скажем так не пятерка но хорошая шестерка это крутящий момент мотору действительно зверски все последующие вылеты проводились только с gopro на борту я не вижу смысла смотреть на расходы и как себя ведет коптер без веса пившие камеры были боевые вылеты мне более важны а так как вот по повесить и висеть показывать вам как он будет висеть но это тоже не интересно уже пропы я сразу установил злые 70 56 трешки аккумулятор 5s сразу понравился подход коптера вот тут я дал газ тапку на сто процентов батарея новая ну ладно чё с ним 124 километра в час аккумулятор с удачи 40 c скорее всего больше не даст разогнать напомню это все это напомню что это и наф никакая не бетка понравилась отзывчивость конечно до бетки далековато но все равно можно и по вжигать и резко обойти какие-то препятствий айнаф уже когда пошли динамические фильтры более легче настраивать более грамотно улетает ну и напомню что коптер весит около одного килограмма если быть точным он весит с камерой коптер весит 525 грамм с маунтом 1895 грамм без камеры 1025 грамм весит коптер то есть как я говорил коптер весит около килограмма вот с этой батареей но это батарея действительно мощная очень 55s на 3000 миллиампер часов это у нее пиковый ток у них по моему 100 110 с 55 с это рабочий ток так они говорят то есть 110 ампер новых дает стоп на какой 110 165 с этой батка он весит килограмм 99 грамм килограмм 100 короче то есть коптер нелегкий но моторы с лихвой все это компенсирует расход вообще мне понравился шикарный расход в круизе от 60 до 80 километров в час ток не превышает 15 ампер экстремального фристайла я показывать не буду я не фристайлер и хочу чтоб коптер дожил дожил до своей первой горы сейчас к сожалению карантин так бы я конечно все это в горах снял сразу увидя записал конь красиво у нас только по зоне можно ездить только пока по кому не по городу можно ездить и дальше выезжать нельзя плана не буду затягивать с частью этой тестов вы сами видели режимы полетов скажем средний агрессивный с пару тройков разгона до максимальной скорости несколько подрывов в высоту в таком режиме пролетел почти девять километров находясь в воздухе 10 минут далее далее поставила литий-ионный сборку 18651 полетал также в смешанном круизе от 40 до 70 секунд в час в итоге так и не за расходу весь запас надоело мне тошнить после бодрых полетов на неполных 7 км ушло 1600 миллиампер за 9 минут хотя общую картину можно и так понять со средней эффективностью в 240 миллиампер на час на день километров можно пролететь смело 12 километров особо не экономлю батареи а вот теперь я подавлялся к тестам которые мне больше интересовали то бишь смешанный круиз в около 60 километров и по скорости зоне я летаю набираю 60 километров семьдесят восемь ну мешая ну вы не так как надо на дальнолете не так как на долголете я не держу 40 километров в час скорость намного выше и мне нравится как он летает чуть-чуть поиграться с видами будет совсем то что заказывал она если конечно будет надо будет забраться на какую-нибудь гору можно спокойно лететь и километров 40 час 40 час километров он кушает примерно 11 ампер долетать до места а потом уже назад жаривать в тапку кстати многие думают что назад сверху дорога бесплатно нет совершенно не так бывает при дави я заметил что токи иногда подниматься до 30 до 40 амперы потому что ты коптер держишь он же не просто падает он его пропад держит и ты им управляешь то есть он нарвет мотор и орут ему слышно даже за далеко в драх вообще хорошо слышно если ветер на тебя ему слышно далеко даже за 5 километров хватит слышно что он нарвет его как резанный в общем и я доволен 11 пролетных километров за 12 минут учитывая что это не прямолинейный полет вполне достойный результат 5 плюс 5 километров смело могу летать дальше я попробовал пропы от аички 70 35 они более эффективны но летел я медленнее в зоне 50 км в час что не понравилось в этих пропов это не раскрытие всего потенциала мотора при резких подрывов присутствует небольшой флаток пропы от очки чуть мягче долпропов удал пропов и угол наклона больше что дает жесткости и они более толстые сами лопатки если кому интересно то и был тест на 4s2p я летал имитируя реальный полет с постоянным изменением скорости за 18 минут полета 4000 миллиампер если экономить скорее да чем нет можно выжать до получаса полета я не думаю что этот коптер будет часто летать на литий для этого у меня есть легкий коптер на раме из карбоновых трубок там на паке 2p до пенсии можно летать ну и дальше буквально вчера я протестил батарею 55s 3000 миллиампер почему я и говорил что она не совсем это скажем предел эффективности к весу то есть уже 3500 нет смысла брать потому что там прибавка будет буквально в минуту в полторы ну бодрость теряется коптер стал вот эти 70 грамм они сразу видно он до подрывает все но он не такой увертливый потому что инерция прибавилась чуть чуть тяжелее ему поворачивать ну может дело привычки привыкнуть к нему надо потому что на том коптере я вообще старался сильно не вдавливать тапку дабы беречь литий а этот коптер я именно делал чтобы давить в тапку так что скорее всего тут дело привычки надо попробовать и 6s думаю на 6s 2 500 взять 6s будет вообще весело 2 700 2 500 я думаю он будет вваливать хорошо если на 5s я умудрился разогнать 125 км в час то на 6s тем более это батарея еще не разлет он и хотя бы на циклов 10 отлетает чтобы выйти на на все их токи тут как бы все парни с тестами коптером я доволен накисть жирафа шустрый маневренный с хорошей эффективностью на высоких скоростях то что требовалось для меня для полета в горах с опытом конечно уже понимаю что все эти гига часы полетного времени никогда не востребованы для съемок все-таки динамика картинка стоит стоит в приоритете на моторах 2306 с низким крутящим моментом в погоне за динамикой полете не раз искал разбить коптера скала и причем раза три было такое что коптер просто не вытягивал я приходилось останавливать и резко набирать высоту то есть я не успевал уворачиваться откуда-то или еще что то а теперь небольшое отступление про обещанную ложку дегтя моторы эти хороши они мне понравились но я заметил я на столе когда настраивал не помню что там настраивал мне что то не нравилось я в холостую начал смотреть пропы то есть моторы и у меня что происходило вот этот мотор нормально этот мотор отлично этот мотор отлично а вот на этом была небольшая вибрация причем вибрация шла не как бы не из подшипника а как будто что то за что то цепляло я думал сначала что это провод может бывает вот здесь колокола цепляет за провод но это нифига не это было мотор я конечно психанул за такую цену мотор я не хотел разбирать во первых потому что Бангут я не знаю с Бангутом дела иметь они там парни какие то странные я им написал сразу письмо короче уже идет переписка у нас неделю я они мне хотят вернуть деньги за один мотор или отправить его с Китай я не соглашаюсь потому что это ждать опять около месяца двух я говорю у вас в европейском магазине есть эти моторы высылайте мне с Европы парни мозг мне не делайте короче они меня мурыжили мурыжили мы туда-сюда письма переписывались и сейчас посмотрю чем эта тема закончится я разберу и посмотрю что в нем внутри там скорее всего или клей балансировочный цепляет за ротор но вообще присутствует небольшая вибрация я этого не хочу потому что балансировать мотор самому это не вариант это нужно стенды нужно динамическая балансировка с какой стороны вешать этот груз это все не дело я им написал позвучил эти моторы но в конечном итоге это не как с парнями с ЧНХЛ у меня получилась с этой батареей непонятка они мне сразу без проблем через 3-4 письма мы договорились он мне выслал он мне спросил причем какую батарею я хочу 2700 то что я брал и предложил он сам этот Кельвин пацан давай я тебе на 3000 мА вышлю тогда уже точность для дальнолета будет нормально единственное что у меня с ней была проблема здесь стоял XT90 проблема не проблема XT90 я его перепаял на XT60 здесь вот такой коннектор был я даже XT90 в своей жизни никогда не видел там дура такая и с ними проблем не было эти Banggood меня морозят в конечном итоге я на палке я открыл спор они мне написали через неделю они написали что покажут мое видео техническому персоналу хотя уже согласились что вина их не но это скорее всего мне так повезло потому что сколько парней я не спрашивал прежде чем купить которые очень много летают и в горах и на дальнолетах и просто фристайлить на 7 коптерах они все довольны мне просто тут не повезло но работа именно с клиентом мне тут совсем не нравится всякое бывает конечно моторы могут быть с заводским браком это не проблема ну когда одно дело тебе идут навстречу клиенту тебе быстро меняют и вроде бы да ладно бывает ну а когда начинают упираться рогом извините писал им на Бразер Хобби к ним самим скинул им переписку с Banggood скинул им именно чек Banggood мне тупо не ответили я два раза писал просто копировал письмо скидывал мне тупо не ответили так что Бразер Хобби тоже мне не ответили не знаю то ли репутация зажирались то ли еще что то но я считаю что каждый клиент всегда должен быть дорог ну вот так на этом все дорогие друзья если было полезно зазвоним в бубенцы ставим лайки не забываем писать что вам понравилось что не зашло по этой теме удачи вам и здоровья близким База